доброго времени суток с вами texer продолжаем stationers я немножко за кадром побегал набрал ресурсов но это не все ресурсы они там еще лично перерабатываются плюс начал разбирать солнечные панели и теплицу там на старой базе ну чтобы ресурс уже переправлять сюда надо во первых разобраться с электричеством нужно чтобы было больше у нас энергию потому что тут на грани вымирания все это работает так еще 213 градуса планы переживем а солнце почти села точно так газа там фига газа там фига вот тут у нас ступенечки ступенечки очень странно с проводами конечно а нурки по этой стороне вода вон он провод сейчас мы его сразу дожмем даже а ладно такое ладно придется немножко жутбеком потрудиться повисеть в принципе не скажешь так быстро расходовался но расходуется так стоять ставим мы это дело вот сюда мордом где мои кусачки понял что с этого дня но пока никак вот со следующего свет иди сюда батарейки еще батарейки живы нормально дело так и здесь здесь так понимаю то же самое с другим проводом для начала я хотел парочку батарей поставить пришло пришло я думаю пока там не очень много энергии требуется пока этого хватит буре задрали на старой базе в принципе энергии не очень нужно сейчас такого есть у меня принципе и рама не шибко нужно да так если подумать да и вообще можно сложить панели в воздухе вешать игра позволяет так шумит охлаждение шумит можно и так туда сразу может поставить тогда золото на плавится буду переделывать на эти провода там на базе все пока не на плавилась но она будет она будет никуда она не денется ставили сварку сварка в глухую орел слабовато пошло не дотянул так и вот так но пойдет там может что-то делать ну чтобы что мне не летать в следующий раз не висеть на бюджетпаке все теперь сюда надо ставить солнечную панель удобнее кстати чем там потому что тут можно ходить по предыдущим солнечным панелям а это всегда удобнее так иди сюда панелька сюда энергия туда да тогда да как и есть пошла крутится молодцом работать будет теперь мы ее окружаем какую сторону ставил панели гайками внутрь в принципе безразницы Но все же лучше. Так, железное окно. Главное не ошибиться. Главное оставить окон, а не стен. Окно. Есть. Железки сначала, потом стекло. Туда, туда. А блин, поди, поди, опять косяк. Так, довольно, кстати, легко ставить, без сварки, из-за всякого такого. Разогнался. Вроде все, да? Ну вот, уже на панель больше, уже там, по-моему, пойдет неплохо, все. Так, давайте сюда. Эх, ты поставься. И еще одну туда, глухую стену, чтобы закрыть, чтобы герметично было. Так, сварочку. Не-не-не, вот не настолько. Так. Сюда полную стену. Отлично. Когда-нибудь у меня в сорочном аппарате батарейка сядет. По-моему, уже садился, кстати. Теперь, вот тут притык. Я, конечно, проводов надрал, сколько смог, но смог их надрать немного. Вообще, неплохо бы еще сходить на старую базу и там навести порядок по части Аймлин. Сплавление ресурсов так дальше не пойдет. Опять висеть и на весу провода делать. Нет, не нравится. Никуда не денешься. Не, понятно, что джетпак, по сути, бесплатный, что я без проблем все это заправлю. Блин, не нравится. Вот тут не протянул, но тут что поделать не получается. Лапы не доходят. Так. Есть. Есть. Там сейчас солнышко, мне кажется, вылезет уже. Да? Нет, пока не вылезло. Нормально. Тогда продолжаем. Железная стена пошла. Которое железное окно. Так. Так. что-то разбирал и там они на голову падали потому что я там за них стекла вытащил других не вытащил вот опять это мерцание все еще две штуки сделал мне кажется будет уже энергии достаточно пошли на старую базу чем поплавим на друж неплохо на новую переносить это другой страны я на новую перенесу и оставлю на улице по сути цех то еще не готов так на дочерную баллон выкинуть с презрением по идее тут должно было золото получится золото получилось золото загружаем в электро хрень на самом деле электро хрень все хорошо чувствует много всякого лежит он еще золото электром и я на старой базе уже не буду плавить ничего медях и есть медях и нет медях 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 новая странная бога и ночи сна погаснет наплавить будет почему так я не знаю так я тут надрал стекол и они все кончились не очень хорошо ну ладно вам ведь чуть-чуть осталось нет все надо ободрать теплицу еще там строить коробку теплиц проводов меня пока нету населена роботами ну что твоя стекляшка на много начинает все родина и рамы закончена тут но вот это можно разбирать труба так почему а ну да стекло как же еще стекло да блин про виды хорошо прям у молодец так на дергаю сейчас еще нельзя к пошла но я про это говорил дергаю осыпется немножко не то чего хотел бы так блин жара не иди сюда пока ты мне не нужно успеть нас собирать с тем чтобы ночью выйти и сделать уже оранжерею было бы здорово здорово я у меня много довольно собрала все стекло как-то мало полетели на 800 мало джеттпак постепенно кончается но от жары надо уходить 33 градуса пока не очень жара но лучше спрятаться когда лучше пересидеть в прохладе так чем у меня вода кончается постепенно это не страшно я свет погасил чтобы ленина ли не тратить сильно отказаться она будет оттягивать это темновато даме свет так чего у нас тут тут у нас стекляшки давайте возьмем пригодятся стенд этих 29 и все надо будет шлюз делать вот он рядом все и она в один этаж будет не в два то есть невысокая но далее нам там доварить немножко покопать ну тут целое дело прям большое так энергия должна пойти прям потоком что-то этого не замечаю да я не посмотрел солнечные панели нормальные стали высоких выставил или их надо было чинить мигает ну еще не поднялось солнце возможно нормально зарядить здесь нет мы еще что-то снимем я такую длинную наверно ставить не буду потому что здесь с одного аккумулятора работает не вся базу я буду рядом еще ставить да я зря стекла может быть поставил а может и не зря ну за стеклами будут этим стоять хреновины хотя нет их можно вот так меня провод все равно тут пускать ну если зря то зря ничего страшного тут вот провод этому углу да вот он не тут по стойке будет идти нормально пойдет тут будет еще два трансформатором две больших батареи тут будет то есть вот эта батарея она мутирует вот на ту линию ну вот на рядом будет да а вот эту линию и на теплицу и отдельная батарея будет на цех как-то так я возможно эту справа батарею стал вот тут провод мне кажется ничего а это батарея туда и провод туда или поэтому краю как-то а поэтому уже идет по этому краю сюда и спускается нет нафиг еще поставлю между вот этим стойками будет наверно 1 1 кубик разница так вот тут уже горит нормально ну ладно пропускаем день пока пережидал солнышко намерился небольшой караул а именно вот там в баллоне кончилась вода персонаж напился вот тут пять процентов у него и все водички то больше и нету то есть сейчас надо сбегать на старую базу смотреть там баллон был с водой вот надо глянуть как она там в нем и забрать его сюда если там много можно строить ранжере есть там мало надо срочно налаживать производства воды энергии не очень много набралось но там загорелась крайне лампочка но я не знаю просто может быть емкость батареи большая может не хватает черту знает тут баллон с не вагон ее тут мягко говоря так значит надо что-то с этим делать что-то 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 так вот это может фигню разобрать я не хочу просто бросать большой баллон там по-моему такая штука есть а этот разобрал да мне мне жить понравились радиаторы трубы тоже поэтому до 20 труб еще свигану отсюда может не 20 насколько то точно интересно вот так не сверху встала ладно бывает так медяха медяха есть в электропринт надо что-то еще поплавить дам чтобы не пропадал отдавайте у меня будут будет кремнием нажмите так отлично пошли отсюда воды взял воды взял больше ничего баллон с кислородом в нем 10 килопаскалей кислорода балдик полезно лучшего стакер безопасность склад генератор не надо мне такого счастья по идее чего еды кстати не могу ну ладно уже можно пережить возможно стоит разобрать животу кислородный фильтр улетели тоже бывает пригодятся может я просто решу взять из атмосферы базы просто кислород накачать и все кислородный фильтр улоп работает мой синим огонь получиться когда летают общество ну так здесь ну пока не буду строить или буду 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 я пока это строить так тут нужно подкопать чуть-чуть чтобы сюда не торчало чтобы у меня комната не грелась от него сюда надо железо и свар отлично тут надо еще копнуть получается фигня теперь все хорошо самый экономичный инструмент он так за все время не посадил батарейку так железная стена но не то она крутится просто не в ту сторону мне кажется она по часовой крутится она в другую не тянусь на так там болгарка так тут везде поставили тут не поставили куда я видел вот она есть теперь вот хватит ну этого то хватит а вот стекла с железками кажется не хватит потом особенно будет откачать воздух причем на улицу не забыть что на улице меня останется внутри его откачать наверху да блин не милей ты что хоть что и делай успел но меньше стекло было также фигачьте а но этих есть такая поверхность поэтому не может так ланта сначала стены у меня железо-то немного почему-то не знаю почему вроде дергал из этих и оттуда и рама да да железо-то не хватит стекла тоже стыдно же не хватит мне надо будет буром пройтись так а все кончилось кончилось блин бур иди сюда а тут тоже не надо ну чё стекляшки вставляем куда получится есть тут наверх надо обязательно отточить потому что пень а вот сюда можно так и поперли по первой линии а днем можно строить воду себе ну и что а а лес железная я понял тогда понял стенки сделаю хорошо еще будут нужно будет железо надрать или скрафтить но надрать проще так а первый там стекла вынимаются да просто на самом деле этого всего много доброта бери не хочу так стекла не ну я в первую очередь а ну стекла тоже нужны в общем давайте в принципе крыша это не нужно никуда поэтому давайте из нее стекла брать так может так вот штуку так молодцом смог а и поставил так достал достал ну тоже способ заодно и железа добыли так тут все тут иди все так хорошо каркасы теперь погнали болгарки ну каркасы будет больше чем мне надо конечно так теперь как-то вот пройти и не навернуться почувствую себя как надо походиться есть ну вот еще кусочка зафигачили так не хватит наверно ну ща увидим ну ща увидим так этот сюда этот сюда 9 в принципе норм скрыл ну а ну вот тоже качать допустим даже в этой серии качать было бы здорово теплицу заселять. Мне нужен источник кислорода. Мне уже источник воды нужен, но источник кислорода тоже, в принципе, нужен. Тут все хорошо, тут тоже все хорошо. Железа хватило. Ну, значит, стекла хватит. Не пропустить. Стены все у меня сделаны, насколько я помню. Толки нет. А еще тут не запереться бы, потому что если я тут забрось, не забрось, у меня стекла не хватит, чтобы запереться. Так, нужно еще три стекла, да? О, сюда еще железно. Я вижу, солнышко подкрадывается. Так, слава на три стекла. Или три, что? И 56 есть, еще денек проживу. Вот эта жизнь до два дома, она, конечно, тут. Я тут не могу отсидеться. И, в принципе, там я уже не могу отсидеться. Оттуда меня выгоняет солнце, отсюда меня выгоняет отсутствие там электричества, воды, воздуха и всего прочего. Так, включаем. Что у нас по электричеству, кстати? Не мигает. То есть за ночь она не разрядилась. Отлично. В этот раз она днем наберет побольше, надеюсь. Так, водичка. Водичка, конечно, беда. Что у нас по молям? 8 молей. Это, по-моему, немного. 8 молей. Так, кислород. Я могу в этот бак поставить сейчас воздушку, атмосферу. Она мне прямо сейчас, конечно, не нужна, но я поставить ее могу. И закачать туда из многострадальной атмосферы базы, на которой так не хватает, из нее поставить туда кислород. Так, это бросить надо. Труба мне пригодится сейчас. Эта атмосфера как раз то, что мне сейчас надо, да. Так, это тоже пока выкину. Айда и пролезу. Наверное, так и сделаю. Пока у меня будет добываться кислород из атмосферы базы. Что-то с этим надо делать. Ключи сюда. Да блин, сюда. Ну, как-то так. Воздушку сюда сейчас поставлю. Сжигать электролизированный фильтр. Так. Где у него выход какого воздуха? Вот в чем вопрос. Вот так мне кажется, да. Это вход, это выход не отфильтрованного, а туда выход отфильтрованного. Вот так, да. Кислород. И немножко прорежу содержимое базы, получается. Так. Итак. И так. Две пассивки надо. Две пассивки. Тут провода я закину. А, нет. Не трубы. Провода. Да. По свою отвремянку я вот даже не буду под контроль какой-то делать. Я просто, ну, просто вручную буду включать, чтобы пополнить. А контроль на этом на всем будет уже после, когда будет работать теплица. Так. Так. Две пассивки. Трубу пока тут брошу. А, радиатор нет. Пассивка. Пассивок нету. Блин. На одну ту часть базы бежать. Ну, конечно, там солнышко. А я могу, конечно, ломануться сквозь солнышко. Но на охлаждение кислорода много идет. Давайте еще пропустим. Персонаж реально пьет, как верблюд. Ну, и воды в том баке было мало. То есть, я все, что перелил, у меня попил, и вот 30% осталось. Все. Больше нет. Поэтому срочным бегом за... пассивками. Загонять кислород в бак. Ну, и не в этой серии. Видимо, в следующей уже. Прочно уладить производство воды. Ну, не то, чтобы сложно, но... Что-то надо с этим делать. Jetpack low. К чему? Я беру включенную jetpack? Это можно быть. Вполне может быть. Так. А, jetpack или сюда. Jetpack critical. Так. Critical, так critical. Все, уже не critical. Надо заправиться электричеством. 30 градусов нормально. Электричество не сюда. Так, надо с презрением метнуть очередной баллон. На этот раз с подлетучих веществ. Это я там на базе подобрал. Так, хорошо. Свет включился. Что я тут хотел? Кстати, метрикистарод вагон. А, я тут хотел пассивки. Пассивки. Один. Надо две. Надо две. Где вторую взять? Нигде нету. Обогреватель. Нет, пассивки. Тут должны быть. Ай, в ям не провалиться. Надо надергать себя. С запасом. О, шесть штук. Нормально. Так. Сколько-то все валяется, да? А, трубы. Трубы, трубы, трубы. Давайте трубы надергаем еще. Там вообще хорошо. Трубы изолированы. Ну, опять же, временно. Просто там будет 22 градуса в этом баллоне. Я боюсь, как бы не полыхнуло. Что у нас тут? О, спасибо. Активочка. Активочка нужна. Активочка нужна. Это я из теплицы выкачивать, чтобы. Я все сразу, у меня комплексное решение. Всего и вся. Так, смеситель. Баллон пустой. Нет, он прям простой. Смеситель идти сюда. Так. И вот тут как раз можно надергать. Изолированный струб. Мне тоже будут нужны. Печка пока у меня не функциональная тут будет, конечно. Так. Возможно, я сейчас... Ну, не сейчас, ладно. Следующий серий, когда будут делать. Может, миновитель их сделать. Ну, я, блин, боюсь, погорит. Так, все нахрен. Ладно. Манджетка, иди сюда. Так, манджетка пришла сюда. Ну, все, тогда все остальное мне пока не очень нужно. А мне нужно стекол, стен, все вот такого. Не больше шести стекол. Понятно, что я разберу тут целиком. Блин, а еще основание разбирать. А до него еще все вот это вот сносить. Ох, много, много. Че-то возьми. Так, куда положить? А, нету, да. Вообще, не куда. Я-то, значит, вот эти выложу сейчас. Сюда. И в болгарке пройдешь. Нефигам стоять. Сразу было видно, где я разобрал, а где нет. Так, это возьму. Что мне еще тут забрать? Больше ничего. Побежали. Аблаго, все рядом. Так. А, пассивочку. Пассивочку повешу здесь. И вот фигли. А, все нормально. Так. Нормально. Полетели. Так, а я тут долго буду выбираться-то. Вакуум не скоро будет. С водой что-то надо делать. Ладно, потом-то с этим всем. Сначала с водой. Я просто думал сейчас закрыть и включить активку. Но я внутри окажусь. Блин, а сколько я там буду стоять, ждать, чтобы дверь открыть? Долго. Надо с кислородом и с водой разбираться. Ну, с кислородом для воды. Там, хотя еще особо разбираться, включить насос и набить тот бак. Что-то я опять... Как при старте, по сути, игры такой. На грани выбирания, да? И есть. Кислород пошел. Что куда положить даже? Поймешь. Так. Ну, я буду набрасывать потихоньку. Потихоньку. Полигонку. По-всякому. Так. А это будет тут набросано. А, что набросано? Смеситель. Этерфейс пока не нужен. Вяленько. Мягко говоря. Так. Хорошо. Тут смеситель надо. Оттуда провод. Отлично. Отлично. Так и должно быть. Единственное, чего. Ай. Горящее все оно. Будет гореть прям в трубе. Мне это не нравится. Так. А сюда я поставлю изолированную трубу. Нефиг. Ее вход... И вы хорошо все изолированными. Но тут... Так все просто. Так. А какой вход? Какой? Вот. Вход 2. Вход 2. 50 на 50. А кислорода... Надо 1. Там выход. Это вход 2. Включить. Так. С первого входа должно входить... 66. В другую сторону. Так. Вот так. Должно. Надеюсь, он сейчас не включится. Крайне не хотелось бы. Потому что он опять сейчас спалит все на свете. А мне это не надо. Так. Ок. Что у нас тут? Ай, ай. Это я шлем открыл. Батарейка шлю села. Блин, как вовремя. Просто охренеть. Да, сел батарейка. Так. 22 градуса. И он там не остынет. Вот что. 50 килопаскалей тоже на самом деле барахло. Мало. Мало. Ну, я могу это все попробовать. А что у нас в этой трубе? Там градус 80, по-моему. 68. Это воспламеница. Это однозначно воспламеница. По поводу воды. Мне писали, что надо подавать меньше 10% кислорода. Тогда, ну, тогда гореть не будет, короче. Тут имеет смысл поэкспериментировать. Потому что вот этот агрегат, он стал просто жутким после последних обновлений. Не, строго говоря, я могу в него подать водород, потом подать кислород. По-дурацки, но можно. Набить его водородом, а потом подать твой кислород. И пусть мучится. Потому что вот так вот я долго буду кислород набирать. Хотя, ну ладно, вода пока есть. Оставим ручное использование как аварийный вариант. Просто проще, конечно, через смеситель включить. Но у меня пока там горячий водород. Он еще не остыл. 4. Вот он только начал остывать. Он только начал остывать. И то он подкачивает туда по мере остывания. Он включает насос вот этот вот. И подкачивает его, видите. Но уже 4 набрано. И уже, в принципе, так вот можно. То есть, уже не так много осталось. Хотя у меня и воды не так много осталось. Когда сюда перестанет подкачиваться, тут будет просто минусовая температура. Ну, и все будет хорошо. Но поскольку газ сжимается по мере охлаждения, он сюда поддувает. То есть, мне еще нужно еще немножко посидеть, потерпеть без воды. И потом все будет. А ты что мигаешь? А тебе что не так? И ты этому не так? Что вам не так? В трубе. Минус 90. Вы что туда... Нет, вы туда тепло закачиваете. Все норм. 23 градуса. Причем они все мигают, да? А что не так-то? Я что-то не понимаю. Почему они перестали туда вниз закачивать? Я ничего не сделал, на самом деле. Я ничего туда не подключил. Но почему-то она перестала работать. Маленькое давление в трубе. Ну, а наказание работа ко в трубе, маленькое давление. 600 килопаскалей, это до хрена. Опять багуемся. Не, ну а что я могу предположить? Багуемся. Мне кажется, вот тут слишком разреженная атмосфера стала, и они не тянут. Вот что. Ну, ладно. 100 килопаскалей. 22,9. Получается нагреваться сейчас все будет. Не фонтан. Слишком разреженная атмосфера. Надо все налаживать. Не, я могу принести оттуда кислородный баллон. И выпустить здесь атмосферу, и тут будет давление. Куда побольше, это снова что-то работает. Так, тут 61. Вкладает. Нормально. Ну, в общем, варианта два. Либо я поставлю на эти трубы краны, напущу сначала там водород, потом кислород. И он переработает. И кислорода, ну, не так все это много. Сколько там молей. То есть, сколько молей кислорода, столько молей воды, наверное, получится, да? Хотя нет, по идее, там же, как она считает-то. О, 282, моля не кисло, так. А я выключил, да, я выключил. В общем, я так неслабо закачал воздуха отсюда. Тут стало гораздо меньше. Вот. Либо дождаться, пока тут все остынет. Вот это вот, в частности, остынет. Но он медленно остывает. Потому что поддувает, да? Подкачивает собака. Ну, я могу вот этот вот выключить пока. Кстати, я пока, наверное, выключу. И подожду. Он будет остывать. Ну, за счет того, что вот в холодильник вот эта вот штука уходит, за счет этого он будет остывать. И холодный водород там пойдет. Вообще, я хочу сделать конструкцию, которая слилит за температурой водорода в баке. И не дает туда горячему водороду идти, что он там холодный шов. А плюс я хочу сделать охлаждение кислорода. Из бака вот этого. Чтобы он вот тут охлаждался тоже. Прямо хоть сейчас трубу оттуда, тени, да? Ну, тут можно вот так вот протянуть и вниз. Надо снова воздух откачивать, закачивать и все такое. Ладно, видимо, следующий сериал Махраса там посвятим добыче воды, потому что без воды хрень полная. Я могу сейчас сохранить игру и попробовать включить воду. Дайте попробую. Так. Ну что ж, даешь в ручном режиме, да? Погнали. Нагревше пойдет, а жара поперла. А с чем это говорит о том, что он производит? Пошло. Сейчас тут нажарю, да? Че, скорее, шкрябает? Оно горит. 92 молексов. Че, где? Вау! А че, 900 градусов? Охренеть. Ну, это в любом случае эксперимент надо было провести. То есть, он выдал столько температуры, а на что разрабы вообще рассчитывают, честно сказать? А, так, создать посольную воду получилось. Ну, в трубе там полыхнуло сразу. 11 молекса воды. он вырабатывает, но как-то хреново вырабатывает. Эксперимент хреновый. Труба не выдержала, смотрите. Да. Ну, я про это и говорил. Я про это и говорил. Сжигатель пока глючный, как не знаю кто. С ним нормально работать невозможно. Разрабы опять пытаясь сделать хардкорно, реалистично и так далее, сами себя перехитрили. Так, тогда мы можем сделать немножко по-другому. Здесь у меня одна мысль. Так. Насколько я могу перекосить тут все? Ноль могу. Так, со второго в ноль, с первого все. Погнали. Так он не работает. Окей. Теперь эту штуку погашу. И смотрим. Я выключал каждый раз ту заразу. Так, в чем фишка? Он сейчас выключит другой водород. Выключил. А я ему сейчас сделаю следующее. Я вот эту штуку переключу. Не включил. Опять фигня какая-то, да? 1300 градусов. Охренеть. А в нем вообще 2000. Но воды много. Так, воду откачиваем. Вода полторы тысячи градусов. Ну что я могу сказать? Во-первых, его надо в вакуумную камеру ставить. Во-вторых, это работает. 900 градусов вокруг меняет, конечно, жопа. О, смотрите, сразу это заработало. Обжидал 24 килопаскаля вокруг. А что тут у нас? Посмотрите, иксов особо нет. Иксов особо нет. Водорода нет. То есть, это просто давление взросло из-за нагрева атмосферы. И охладилка заработала. 800 градусов, да, серьезно. Но, у меня теперь есть вода. То есть, вот этот эксперимент можно признать успешным. 24 моли воды. Не так, чтобы до хрена, я бы сказал. Но, немножко есть. Градусы пошли падать. Ну, нормально. Мы с этим разберемся. Это не страшно. Ну, сколько он жрет, а? Вот, козли. Что из этого можно сделать? Ну, пока в ручном режиме он будет фигачить. А плюс, я его хочу тогда запереть. Потому что уж очень много тепла выделяет. Это просто неимоверно. И можно железо плавить. Полторы тысячи градусов он сейчас выдал. Надо понимать, это все разошлось. Это все разошлось просто в большой объем. Иначе все было бы гораздо хуже. Детоксин детекта. Все детекта, да. Так, 55 моли водорода там еще осталось. Температура падает плавно. Да. Чума. Чума. Так, что у нас далее по планам? По планам мне надо трубу туда вывезти. Так, где пачка труб была? Пачки труб не было. Поилку? А, я поилку прям там включу. Вот, что я сделал. Кусок трубы. Ну, в любом случае, я теперь могу пережить все невзгоды. То, что вода у меня теперь худо-бедно есть. Дрель еще теперь. Так, хотя хотел закончить и подзадержался, да? Ладно, давай. Так. Эксперимент такая штука. Интересно, что я возьму. Так, экран. Так. и поилку. Так, блин, повернись в нужную страну. Вот так. Все. Интересно, как мы кифточек пьем? Не пьем? Пьем, наверное. Но это все не вариант. Потому что надо делать оранжерею. Сколько там? 4,60 градусов. Блин, пьетите. В морозилке долго будут с ним справляться. Смотрите, медленно набирается так. Еще так. Что-то все хреново-то? 24 моля. 400 градусная вода. Балдеть. Ну, надеюсь, не обожгусь. Сейчас очень так вяльненько набирается. Там с баллом лучше набиралось. давление, можно сказать. Так, что надо с этим водородием делать? Ну, вот. Ладно. Живем. Живем. Пока хреново, но живем. в бачу осталось. Сейчас чуть не то нажму. 230 молей кислорода. Это дохрена. Реально дохрена. Кислорода я сюда зарядил в конское количество. Ладно. Постепенно будем атмосферу восстанавливать. И тут в бак. Вправление по-другому надо делать. Так, вообще, вот эта штука классная на самом деле. То есть, надо это вот все сюда вытягивать как-то. Чтобы оно было вне как бы вне этой вакуумной кубика, в котором оно будет стоять. Я просто сделаю кубик вакуумный и он будет стоять в вакууме и никого он греть не будет. Потому что вы видели конская температура. Так нельзя. Потом я сделал к нему автоматическое управление. Через смеситель, видимо, нельзя. Потому что воспламенение идет. Это хрень. Воспламенение быть не должно. Возможно, получится сделать, чтобы водород был минусовой и число минусовой. Замороженное оно не взрывается. И сделать отслеживание этого. Либо вот так порционно запускать. Тоже вариант, но мне он не очень нравится. Я могу программу сделать, порционно отслеживался. 44 градуса нормально. Но мне эта идея не очень нравится. Лучше было бы, конечно, с топливом. Но видите, какая она капризная. Загорается прямо в трубах. Можно не уследить, а оно рванет достаточно без станции. То есть тут прям трубу у него разорвало. А порциону да. Он высасывает из трубы, у него свой насос же стоит. То есть он из этого отрезка высасывает. Если ему по очереди подавать водород и кислород с паузами, там будет как тогда с пропорциями разобраться? Вот в чем проблема. С пропорциями тогда не разобраться будет. По времени только если. Ну или вручную. хочется автомат. Вручную не хочется. Поставить насосы тут насос тут насос и по времени их врубать. То есть условно говоря водород на два раза больше. Ему насос включить на 20 секунд, а кислороду на 10. Вот так только если. Предводительность насоса стабильная. Она чертого знает. Ладно господа на этом закончим. Жмите пишите до новых встреч. До новых встреч. субтитры